В эфире программа «Городские встречи». Здравствуйте! У нас в гостях сегодня врач-гомеопат Антон Васин. Антон Сергеевич, добрый день! Добрый! Вот овецкая дня. Академия наук признала гомеопатию лженаукой. Что вы можете сказать по этому поводу? Это не совсем так. Признала не Российская Академия наук, признала комиссия. Причем, если мы посмотрим внимательно подписи под меморандумом, которые опубликовали, окажется, что там подписался всего один академик, а не Российская Академия РАН. Остальные подписи тоже вызывают недоумение. Там подписались различные директора, журналисты. Я считала, что 30 человек подписали этот документ, и все из них профессоры. Это не так? Нет, это не так. Там, на самом деле, вроде бы было 9 докторов наук, один академик, а все остальные – это различные журналисты, директора фонда «Эволюция», который финансировал, ну, Арбидола, который финансирует непосредственно, и другие непонятные личности. Причем комиссия была по размеру намного больше, чем подписи в меморандуме. Большинство комиссий тоже не подписались под меморандумом, что тоже странно. Тогда встречный вопрос, с какой целью это было сделано? Ну, там в меморандуме написано четко, что исследование, что меморандум писался примерно за полгода, то есть исследование всей литературы заняли полгода, при поддержке фонда «Эволюция», который финансирует некие предприниматели, то есть в том числе представители Арбидола. Так же, что интересно, за все время исследования этой комиссии не было проведено ни одного своего эксперимента, не было учтено ни одного российского источника исследований, тех же академиков Коновалова, Разумова, их же много по различным рейсоактивным препаратам, наноассоциатам и так далее. И исследования зарубежные были взяты буквально 1%, причем очень-очень-очень избирательно. Так что за полгода это слишком быстро для такого решения таким маленьким количеством людей. Тем не менее, такая новость, она облетела уже весь интернет, все об этом без исключения знают. Вот по вашему мнению, как это отразится на работе врачей-гомеопатов и тех пациентов, которые верят в гомеопатию? Не думаю, что это как-то отразится, если не будет официальных каких-то гонений. Я сейчас просто просматриваю самые различные форумы, новости и так далее. В целом, соотношение тех, кто за меморандумом и против меморандумом, примерно 50 на 50%. Зато гомеопатия очень резко активировалась всплеск, так сказать, интереса. Многие смотрят, что это такое, читают. Многие делают это объективно, а данных объективных много и за, и против, и делают свои выводы. Какие-то выводы будут неизвестны, но они, судя по тому же соотношению, далеко не все за меморандум и не все за гомеопатию. Гомеопатия. Суть лечения подобное, лечится подобным. Вот что это значит? В XVIII веке это означало то, что если дать пациенту препарат, то вызываются симптомы данного препарата. Поскольку многие препараты были ядовиты, нельзя было использовать, гономан использовал разведение, и оказалось, что даже разведенные препараты эффект оказывают. Таким образом, все эти симптомы гомеопатических препаратов и выяснялись. На текущий момент уже есть различные исследования в самых разных областях, объясняющие с точки зрения физики, биологии и так далее этот эффект. Ну, привычно говорить эффект подобия, просто привыкли. Ну, вот лечебное вещество разбавляется во множество раз, затем еще раз разбавляется во множество раз, затем вот в этих сахарных шариках разве что-то остается? Вот как это происходит? Есть такое массовое заблуждение, то, что для того, чтобы действовать на организм, обязательно нужно химическое вещество. Оно не нужно совершенно. Есть различные волновые воздействия, тоже, например, СВЧ и так далее. Есть различные лучевые и так далее. То есть, в гомеопатическом препарате, если почитать непосредственно, как это работает, сейчас этих работ достаточно много с разной степенью подтвержденности. Например, Академика Коновала по наноассоциатам. Непосредственно вещество, попадая в воду, то есть, по мере разбавления, передает структуру колебаний своих на растворитель, формируя в нем устойчивые кластеры, их по-разному называют аноассоциаты, которые в дальнейшем воспроизводят эти колебания и, попадая в организм, резонируют с рецепторами, вызывают нету ответную реакцию. Она уже вызывает приспособления, там разные идут действия. Главная особенность является, что эффект пороговый. То есть, если выпьете всю коробочку, не будет никакой разницы, что вы их 6 грамм выпили, что всю коробочку. Эффект пороговый. Гомеопатия дозируется частотой приема. Вот еще есть такое утверждение, миф это или не миф, что гомеопатия лечит долго. То есть, если обычный препарат западной медицины, он там 2-3 дня обычную простуду может побороть, да, если принимать сначала, то вот с гомеопатией придется подождать. Это так? С гомеопатией есть большая проблема не в скорости работы, а в подборе. Потому что препараты подбираются по косвенным признакам, а достоверно до появления надежных статистических данных не удавалось установить, какие симптомы для препарата свойственны. Только самые там какие-то важные, по прувингу, вам относительно их мало. Очень много заблуждений в гомеопатии, поэтому в целом эффективность назначения препарата в гомеопатах процентов 50-60. Если препарат назначен правильно, он работает очень быстро. У меня регулярно бывают в практике случаи, когда пациенту проходит больше пациентов 80 симптомов острого состояния за полчаса. Это бывает регулярно, а бывает, что он не работает вообще, если назначается неправильно. Косвенные признаки, что это значит? Косвенные признаки, по сути, симптомы. То есть симптомы, которые вызывались у пациентов на прувингах, при которых этот препарат помогал, это все записывалось в течение веков. К сожалению, эта информация косвенная, поэтому начать по ней сложно. Действительно, здесь есть элементы архаичности. Я, например, сейчас работаю по статистике, по статистике медицинской, непосредственно мое хобби, искусственный интеллект и медицинская статистика. Создал программу, которая способна оценить каждый симптом пациента по отдельности и эффективность каждого симптома по отдельности, лечения и в их взаимосвязи. Эта программа позволяет точно оценить, какие симптомы действительно важны, какие симптомы как лечатся, какая процедура эффективности и так далее. То, что раньше было оценить у кальмопатии, либо нельзя, либо очень сложно. А с какими симптомами чаще всего к вам приходят заболевшие? Как правило, приходят пациенты уже многолеченные стандартной медициной, отчаявшиеся, неизлечимые пациенты с хронической патологией. Конечно, иногда бывают и острые, но относительно мало. Обычно это хроническая длительная патология в течение многих лет. Либо это дети, опять же, с хронической патологией. Эффективность, как я сказал, уже в процентах 60, из этих 60% в процентах 30 полностью проходит. У детей даже выше значительно. Ну, там, сами понимаете, с возрастом лечится сложнее. У остальных соступает длительное улучшение без приема препарата. В процентах 30-40 эффекты, к сожалению, спеобразно не наступают. Там нужно либо связывать, скорее всего, с тем, что препарат назначается неправильно. Требуется смена препарата, тогда суммарно, если брать таких пациентов, эффективность проходит до 70-80%. Вот еще у меня есть один вопрос. В основе препарата сверхмалое вещество? Нет. Нет. Уже неправильно. Которое здорового человека заставило бы болеть? В основе препарата, как таковое, уже не вещество. Вещества там мало для химической реакции. В основе препарата уже переданы колебания сначала в раствор, а потом на какой-то носитель, например, на кружку. Что значит колебания? Непосредственно вся материя излучает некоторый спектр колебаний. Он различается зависимостью от структуры молекул. Все вещества имеют этот спектр свой, и при попадании в раствор они через зарядовый рисунок ячейки передаются на раствор, и вода формирует вокруг них молекулы в зависимости от структуры колебаний. Этот более-менее динамически устойчивый кластер, то есть он постоянно разрушается и постоянно возрождается. Он поддерживает свою структуру, и эти колебания, грубо говоря, излучает. При попадании в организм эти колебания резонируют с рецепторами, вызывая некоторую ответную реакцию, которая различается для каждого базового препарата. Именно если длительное время поддерживать, ну как длительное, несколько дней хотя бы, этот эффект просто у здорового человека, то у него начинают появляться симптомы, характерные для данного средства в патологии. Именно поэтому медицина названа подобной. Хотя на самом деле подобие, там уже есть свои теоретические обоснования. И насколько важна вера в то, что гомеопатия лечит? Мне кажется, совершенно не важно. Это тоже миф, да? То, что говорят, главное – отнеситесь с этим, с пониманием, с верой, с хорошим отношением. Совершенно никак. Во-первых, наиболее эффективный результат – это у животных и детей. У меня были даже собаки с опухолями, то есть размер с кулак, она регрессировала в три раза по размеру. Ну, конечно, таких не очень много. Самый эффективный эффект у детей. У них проходят вплоть до одной-двух недель тяжелые аденоиды, которые ударяли один-два раза уже хирургически, они все равно вырастали заново. Проходят за две недели, а пацанов иногда 80 уже, а через месяц-два их уже вообще нет вообще. У детей странно говорить про какую-либо веру. К тому же, смотрите, в чем момент. Если вера в данном случае что-то делает, плацебоэффект есть, то получается, что стандартная медицина оказывается намного хуже плацебо. Это, по-моему, странно. Объясните, что это значит. Приходят пациенты, которые много-много лет, ну, либо очень много месяцев, если дети, лечили стандартной медициной. Без эффекта. Там пришли к нам. А те же аденоиды, например, высоких степеней, которые много раз удаляли, я на начале гипотическую терапию, они регрессируют вплоть до полного исчезновения. Если мы предположим, что это эффект плацебо, то получается, что все, что лечили до этого, хуже, чем плацебо. Это тоже парадокс. Спасибо вам большое за беседу. Очень интересная тема, но, к сожалению, время подходит к концу. Я напомню телезрителям, что беседовали мы сегодня с врачом-гомеопатом Антоном Васиным о том, что гомеопатия действительно работает. Спасибо за внимание. До новых встреч в эфире.